МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Жесть» в студии. Александр Твердовский. И далее о том, что случилось в городе и области сегодня 6 декабря. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня следователи опрашивают руководство детского сада номер 337, где накануне у нескольких воспитанников были выявлены признаки острой кишечной инфекции. По разным данным, заболеть могли от 3 до 9 детей. Следователь намерен опросить всех родителей детей, поскольку они все воспитанники одной группы в детском саду, и, соответственно, выяснить причины этого заболевания. Возможно, это нарушение санитарно-эпидемиологических каких-то требований, либо пищевое отравление. Это будет установлено уже в ходе предварительной проверки. Следователи выясняют обстоятельства запутанного происшествия, в результате которого при пожаре погибла женщина. События развернулись в частном доме на Космическом проспекте. 50-летний хозяин принимал гостей, которые ранее все были судимы. В ходе распития приятели выяснили, что один из них, 27-летний мужчина, был осужден за сексуальное насилие. С ним поступили, как говорится, по понятиям и закрыли в погребе. Спустя некоторое время в подземелье отправили еще и 30-летнюю гостю, которую заподозрили в краже телефона. Ночью компания разошлась, а хозяева легли спать. Пленникам удалось выбраться, и мужчина в пылу мести поджег дом. Женщина, которую заподозрили в краже, не смогла покинуть горящее помещение и погибла. Подозреваемый в поджоге задержан. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». В Омске вынесли приговор по громкому уголовному делу о ДТП у кинотеатра «Маяковский». Напомню, в сентябре прошлого года водитель на внедорожнике въехал в здание кафе. В результате аварии 20-летняя официантка получила травму головы и перелом ноги. Пострадавшая требовала с виновников 3 миллиона рублей. Как установила проверка, в происшествии участвовал еще один водитель. В тот вечер Александр Леопольд на Рено не уступил дорогу Михаилу Романову на «Фольксвагене». В результате Романов на скорости в 90 км в час, уходя от столкновения, направил машину в сторону и въехал в кафе. В тот момент рядом с официанткой находилась ее подруга, которая также пострадала. Голова была вся в крови, видно был вот этот разрешан. Видно было, что вся форма была в крови, вся такая подпоцена. Потом уже дальше узнали в больнице, что он не сломал ему нога. Сначала этого не видно было. Вы какие повреждения получили? В повреждении головы на мозг. В суде установлено, что в ДТП виновны оба водителя. Автовладельцы не отрицали свою причастность к аварии и только оспаривали размер денежной компенсации. Япольд Романов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде ареста, либо лишения свободы на срок до трех лет. В итоге Центральный районный суд назначил каждому виновнику по одному году ограничения свободы. Михаила Романова, который и въехал в кафе, на полтора года лишили прав на управление автомобилем. Кроме того, осужденные обязаны будут выплатить пострадавшей 600 тысяч рублей. В Омске ограбили строительную организацию, которая ремонтирует Свято-Никольский казачий собор. Рано утром рабочие пришли на площадку и не обнаружили электродвигателя стоимостью 23 тысячи рублей. Полицейские установили, что стройку охранял 39-летний Амич, ранее судимый, за кражи. В ту ночь к нему наведались двое также ранее судимых знакомых. Приятели решили украсть оборудование. Двигатель весом около 100 килограммов они закопали в снег неподалеку от храма, чтобы днем вывезти агрегат на машине. Соучастников задержали по месту жительства. Имущество вернулись строительной организации. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража группой лиц по предварительному сговору». Подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы. В Василькуле полицейские задержали 17-летнего грабителя магазина. Проверка установила, что молодой человек ночью гвоздодером разбил стеклянную дверь и проник в торговый зал. Денег в кассе он не нашел, зато забрал три бутылки коньяка из десяток банок алкогольного коктейля. Также злоумышленник прихватил дрель, которая лежала в подсобке. Руководство магазина оценило ущерб в пять тысяч рублей. Сельчане, живущие по соседству с торговым комплексом, рассказали, что в ту ночь видели неподалеку знакомого, который вел себя подозрительно. Молдову человека задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража с проникновением». Подозреваемому грозит пять лет заключения. Сегодня мы наградили победителя конкурса любительского видео ноября. Сергей Булдаков прислал в жесть ролик с кадрами ДТП на проспекте Королева. Здесь молодой водитель на Субару пошел на обгон и при перестроении не справился с рулем. Машину выбросило навстречу, где гонщик столкнулся с Рено. К счастью, в происшествии никто не пострадал. Я остановился, спросить, необходима ли помощь. Оказал техническую помощь. Отключили клемму аккумулятора и продолжил движение дальше. Что говорил виновник аварии? Что-то пояснял, рассказывал? Виновник сослался на плохое состояние автомобильной резины. Наш победитель ноября получает торт и деньги. Ну а я напоминаю, что программа «Жесть» продолжает конкурс любительского видео. Если вы сняли интересный ролик, и мы покажем его раньше, чем он появится в соцсетях, то у вас есть все шансы стать победителем месяца и получить денежный приз. И на сегодня это были все чрезвычайные новости. Если вы что-то пропустили, выпуски нашей программы всегда доступны на сайте «Антенны 7», а также в группе «Жесть» ВКонтакте. Всего доброго, до встречи.